беспроводные наушники форм-фактора вкладыши которые оснащены процессором hi-fi 5 dps большими композитными динамиками диаметром 13,4 миллиметра функции oppo alive аудио для объемного звучания bluetoothом версии 5 и 3 также они имеют стильный дизайн качественные материалы мульти point до двух устройств поддержку функции google fastpr режим низкой задержки время автономной работы до 25 часов вместе с боксом и это только малая часть того что нам обещает производитель в рекламе к беспроводным наушникам под названием oppo nk r3 но как же на самом деле дела обстоят у модели которая продается уже везде и уже давно сейчас я вам расскажу распаковка поставляется данная модель в упаковке из тонкого картона упаковка выглядит достаточно хорошо на ней есть разумеется изображение название краткие характеристики модели в комплекте у нас здесь бокс вкладыши и краткое руководство кабель для зарядки не положили за что минус при том огромный прямо как-то непривычно весит один наушник 3,8 грамма бокс всего 30 граммов габариты бокса 51,5 на 56,5 на 26 миллиметров а наушников 32,2 на 17 на 17,2 миллиметра звуковод овальные формы с обыкновенной сеточкой но хорошо наклеены размеры звуковода 5,8 на 3,5 миллиметра 7 обзоров неделю выгружая ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов 7 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок там много всего интересного всегда телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал где опубликую результаты тестов до обзоров ну и плюс мы решаем с вами там на что первое делать обзор вернемся к наушникам имеется белые фиолетовая расцветка данной модели бокс изготовлен из глянцевого пластика основная часть белая а крышка полупрозрачная материалы хорошие сборка качественная дизайн бокса не новый но выглядит бокс все равно круто бокс компактный в кармане не мешается на корпусе расположили разъем для зарядки usb type-c надпись о по с лицевой части и на шарнире надпись о по н к открыть одной рукой бокс можно без проблем крышка в открытом состоянии фиксируются что удобно шарнир пластиковый с металлическим доводчиком люфту крышки отсутствует хлопок при закрытии бокса звонки но не раздражающий вынимать наушники из бокса удобно крышка не мешается внутри находится лет индикатор два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом а также краткая характеристика мелким шрифтом наушники в боксе слегка гуляют к сожалению если постараться вытряхнуть наушники закрытым боксом разумеется не вылетят а с открытой крышкой бокса нужно будет приложить немного усилий чтобы их вытряхнуть переходим к наушникам изготовлены наушники из такого же глянцевого материала как и бокс основная часть белая а внешняя часть ножек выполнены из прозрачного пластика в стиле капли выглядят они аккуратно сборка лично мне понравилось форм-фактор вкладыши как вы уже поняли эргономика наушников всем известная но слегка модернизированная в лучшую сторону посадка отличная при длительном прослушивании музыки уши не устают наушники легкие если потрясти головой то они вылетят но нужно будет сильно потрясти на корпусе расположили контакты для зарядки микрофоны маркировку левого и правого наушника и сенсорной области которая обозначена небольшим углублением из тапов доступна плей пауза переключение треков ответ сброс вызова управление камерой вызов голосового помощника включение игрового режима и регулировка громкости одиночный этап отвечает за плей паузу его можно отключить в целом даже с одним тапом ложных срабатываний у меня не было настроить полноценно все команды можно управление удобное на касание наушники откликаются хорошо команды в наушниках сопровождаются системными звуками без озвучки голосом летим дальше установлен здесь процессор тенци лица каденс high five five dsp для обработки звука оснащены наушники динамическими драйверами на 13,4 миллиметра что у неудивительно потому что это вкладыши у них всегда драйвера большие с расширенной басовой камерой неодимовыми магнитами n48 катушкой из медно-алюминиевой проволоки от электрисола чувствительность здесь 125 плюс минус 3 децибела при одном килогерце частотный диапазон максимально стандартен от 20 герц до 20 килогерц заряд наушников шторки на смартфоне отображается что неудивительно по одному они работают но при подключении с небольшой задержкой наушники автоматически подключаются после открытия бокса с ранее сопряженным устройством фирменной анимации при подключении нет но есть поддержка технологии google fastpr полноценный мультипоинт до двух устройств на борту работает он корректно минус за то что нет датчиков автопаузы также на борту нет активного шумоподавления но есть функция opa live audio для объемного звучания с эффектом присутствия но без отслеживания движений головы приложение можно ее включить или выключить плюс за то что она хорошо реализована из-за то что качестве звучание не становится хуже при ее включении но мне такое звучание не по душе и разумеется данная функция работает только в приложении где она поддерживается емкость аккумулятора бокса 300 миллиампер часов полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 53 минуты вместе с боксом беспроводной зарядки нет что неудивительно во всяком случае за ту цену за которую они стоят на али наушники можно перезарядить от бокса четыре раза саморазряд у бокса я не обнаружил емкость аккумулятора одного наушника 27 миллиампер часов полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 7 минут разряд наушников неравномерный правый наушник слегка быстрее разряжаются отыграли наушники на 65 процентах громкости по кодеку и си 5 часов 38 минут что в целом очень хороший таки результат ко всему он соответствует заявленному времени автономная работа что самое важное быстрая зарядка на борту и 10 минут под зарядки наушников боксе мне дали 2 часа 4 минуты прослушивание музыки в тех же условиях с боксом данный аппарат играет в общей сложности где-то сутки спокойно далее водонепроницаемость класса и 54 плавать вместе с ними разумеется нельзя но пота и дождика они должны не бояться я окунул их на 30 секунд в воду что не советую вам делать мой экземпляр выжил и весь функционал остался рабочим но опять же что с ними будет через месяц это вопрос не надо так делать для полноценного использования нужно установить приложение хэй мелоди приложение удобное многие с ним уже знакомы из минусов только перевод местами некорректные и на стартовой странице с подключенными наушниками мы имеем заряд наушников процентах по отдельности заряд бокса также отображаются здесь но только когда он открытый в нем находятся наушники далее есть эквалайзер nk мастер с тремя предустановками звучания но кастомного эквалайзера нет после этого включения выключения функции оппо alive аудио игровой режим мультипоинт и обновление прошивки к слову обновления мне уже прилетали но изменений в работе я не обнаружил функции никаких не добавили во второй вкладке можно настроить тапы а во в третьей находится информация о программе bluetooth здесь версии 5 и 3 что круто из кодеков на борту эйси и sbc через две стильные наушники не отваливались и фризов не было задержка на ютюбе незаметно в играх задержка с включенным игровым режимом который по заявлению производителя снижает задержку до 47 миллисекунд в лабораторных условиях и со смартфонами оппо накала о с в игровом режиме не соответствует действительности если вы тестируете устройство с допустим ван класс 10 так что к слову та же корпорация но играть в целом комфортно примеры сейчас задержки увидите на экране что у меня в лабораторе это если вы не будете ли выиграть что у нас были большие о чем что у нас то что у нас что у нас что у нас микрофон и шумоподавлением dnn окружающего шума и чувствительностью 38 децибел отрабатывают хорошо не сказал бы что сильный перегруз присутствует но и чисто микрофоны не отрабатывают пример вы сейчас услышите сейчас но второе качество это то что чаще всего они в нашем ритейле стоит звучание мне громкости достаточно звучание стандартно для вкладышей плохо справляется с низкими частотами не говоря о huawei фрибат 4 они молодцы но в целом звучание хорошо детализировано имеет отличный баланс середина проработана с достатком верха звучат отчетливо и приятно даже без предустановок отмечу что для музыки я не советовал бы использовать эквалайзер четкий вокал а вот для подкастов или чего-нибудь подобного можно в общей картине данная пара звучит приятный и качественно учитывая их стоимость и форм-фактор эквалайзер усиление баса стандартно снижает детальность середины и добавляет акценты низким частотам возможно для кого-то данная предустановка подойдет но мне стоковое звучание опа nk r3 нравится значительно больше минусы управления камерой работает только в паре со смартфонами опа накалу с от 11 версии выше как по мне бесполезная функция опа и life audio лучше бы nc активный шумодав как huawei фрибат 4 запихали или беспроводную зарядку нет датчиков автопаузы нет комплектного кабеля для зарядки это вообще не комильфо и нет кастомного эквалайзера в программе что тоже очень даже странно не туда а пойдут цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промокода смотрите моем телеграм канале скидок не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи мой личный телеграм-канал ну и разумеется поставить лайк этому ролику написать в комментах чтобы вы еще хотели увидеть на обзор ну и подписаться на канал всем кто оставит любой комментарий больше пяти слов огромное спасибо вы помогаете проекту но и за просмотр всем тоже разумеется спасибо резюмирую беспроводные наушники опа nk r3 учитывая стоимость отличные вкладыши опять же берем цену не из русского ритейла все минусы и плюсы я уже проговорил мне данная модель понравилась звук качественный отличный дизайн хорошие материалы удобное приложение наличие мультипоинта и в целом за свою стоимость топ за эти деньги при доставке из китая девайсу однозначное да добра и удачи вам дорогие друзья